Всем привет! Сегодня я решила снять наконец-то кукинг, новогодний кукинг, между прочим. В общем, хочу сделать своим друзьям подарочек в виде пряника новогоднего и хочу приготовить их сама. Недавно вот ездили мы в Метро, покупали все к Новому году, в том числе я купила ингредиенты для пряников, поэтому сейчас все достану и мы будем готовить по рецепту, который я нашла сегодня утром. Мне кажется, в прошлый раз я готовила по тому же рецепту, потому что он очень похож на тот, по которому я готовила в тот раз. Потому что я готовлю пряники уже второй раз, надеюсь, у меня они получатся лучше. Просто в тот раз они немножко подгорели, надеюсь, в этот раз все будет хорошо, они не подгорят, потому что подарки уже нужно скоро додлить. А я немножко волнуюсь, что пряники не удадутся. Ну ладно, сейчас открою в общем мой ноутбук и будем искать, даже не искать, я его сохранила сайт, сейчас я его открою, будем готовить по сайтику. Так, для пряничного теста нам нужен мед, сахар, яйца, пшеничная мука, сливочная масса, сода, ну это разрыхлитель, корица, порошок имбиря и специи по вкусу. Специи по вкусу я не буду добавлять, наверное, потому что у меня их особо нету. Что у меня тут? Так, я отложила пока ноутбук сюда, что нам нужно делать в первую очередь. Мне нужно взять, так, 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 сначала нам нужны, нам нужен сотейник, мед, сахар и специи. Специи у меня не будет, ну как специи, это подразумевается, что туда нужно уже добавлять корицу и имбирь или что. А вообще нужно посмотреть граммовки, граммовки, это вообще отдельная история. О, слава богу, здесь все написано в стаканах, в чайных ложках, только масло написано в граммах, но можно изменить на чайные ложки. Вообще идеально, все, все рассчитали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, я уже растворила массу, она мне вот такая вот жиденькая. И тут реально нужно добавлять соду, чтобы она разбухла. И приняла такой, не коричневый, а чуть посветлеет цвет, потому что он прям темно-темно-коричневый у меня. Вот очайная ложка. Мне страшно, потому что сейчас все будет... Вот химические опыты сейчас какие-то будут. Ой, ну все, с богом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, она поднимается! Капец, прям готовим печенье для игров кальмара. Не, ну там похожий способ, конечно. Вау, вау, что-то получается определенно. Вообще было сказано перелить это все в миску, но я решила в сотейнике уже доготовить, потому что что мне миску еще пачкать? Мне же потом это все мыть. Потом нужно... Потом надо добавить масло. Масло я выложила из холодильника, чтобы оно немножко стало тепленьким таким, не холодным, не твердым. Если считать по чайным ложкам, то нужно 14 чайных ложек сливочного масла. Хотя мне кажется, лучше ножом. Ну ладно, допустим, 14 ложек. Раз. Не, ну по картинке, если посмотреть, то, ну примерно, тут таких кусочков... Ну не 14 как будто. Лучше ножом. Все, этого мне кажется хватит. Прям ощущение, что она какая-то шоколадная. Смотрите. Вот. Она будто шоколадная. Но тут нету даже шоколада. Я поняла. Потом надо расколоть яйцо. Одно вот. Я его тоже комнатной температуры сделала. И потом уже это все решать венчиком уже. Потому что так просто яйцо скрутится в горячей массе. Нужен венчик. Все-таки сам венчик нужен. Венчик. Ой. Давайте лучше ножом. Дальше нам нужно, о, всыпать муку. И тесто уже получается готово. Но его нужно положить в холодильник на 30 минут. Все, в общем, всыпаем муку. Где она у меня? Я ее посеяла уже. Вот. Вот она, мука. Так, сначала смешайте ложкой. Ложкой. Ну, у нас венчик. Ну, мы будем добавлять ложками. Чтобы не ложануть. Потому что я могу. Оно должно стать густым. Но не липким. Но оно пока не очень липкое. Не очень липкое. Его потом просто надо в холодильник положить. Чтобы оно немножко охладилось. Все, ладно. Ну, так вот хватит кого. Мне кажется, что более-менее нормально. Заверните тесто в пищевую пленку и положите его в холодильник. Пищевая пленка у меня есть. Ой, что-то упало. Ой, что-то упало. Так, пока что наше тесто охлаждается, я, пожалуй, займусь глазурью. Для глазури здесь нужен лимон, кстати, я не знаю, есть ли у нас лимон, но я знаю, что у нас есть лимонная кислота. Надеюсь, этим можно будет заменить. А, нет, это нужно делать, когда пряники уже будут в духовке. Кстати, хочу вам показать, какие формочки я купила, потому что я основательно подготовилась к этим пряникам. И купила даже формочки новогодние специальные. Единственное, что я не нашла таких же формочек в железном виде, я купила их пластмассовые, но они тоже крепкие, они от Сураусу. Неважно. Где третий, была елка, где елка, о, елка. Три формочки, вот, Пудов, Пудов, о, кому нужно, могу оставить артикл. Кстати, про описание. Не забывайте подписываться на мои соцсети, где я делаю обзор, между прочим, на штучки из Уалбриса и Озона. Поэтому, если вы хотите что-то заказать с Уалбриса и для Озона, и вы увидите это у меня в Телеграм-канале и поймете, нужно ли это заказывать или нет, то я основательно вам советую подписаться и следить за событиями. Ну и остальные соцсети тоже можете не забывать. Хоть и Инстаграм сейчас не очень актуален, ТикТок тоже, потому что выкладывать ничего нельзя, но все равно, мне будет приятно. Кстати, для глазури у меня есть специальный миксер, реально, вот, мощный который. Я до этого делала глазурь без этого миксера, просто венчиком, собственными силами. Угадайте, получилось ли мне это? Нет, вообще нет, просто была какая-то жижа. Если бы у меня был этот миксер, у меня бы получилась такая пышная, вкусная, полноценная глазурь. Но не в тот раз, надеюсь, что в этот раз фартанет. Кстати, у меня нет скалки, поэтому будем ходить со подручными средствами, допустим, пищевой пленкой. Буду пищевой пленкой раскатывать тесто. Для глазури нам понадобится сахарная кудра. Я купила вот такой пакетик. Плюс у меня есть еще ванильная сахарная кудра. Наверное, используем эту, обычную. А еще, самое главное, я купила красители для глазури. Еще нам нужно белок, вода, лимонный сок. Лимон, я не уверена, что лимон есть. Но там написано по вкусу. Давайте проверим, есть лимон. Лимон есть! О, нет! Я думала, у нас нет лимона. Вообще, еще нужно было посмотреть, какими я хочу сделать пряники дизайны. Сейчас посмотрим в Пинтересте, какие есть дизайны для пряников, чтобы сделать их красивыми и эстетичными. Пряники нового. О, какая красота! Боже, это очень красиво. Ну, я, конечно, так же не сделаю, как тут, например. Но можно попробовать просто сделать что-то похожее. Кстати, у меня есть посыпка! Точно! Я купила посыпку тоже специально для пряников. Поверх глазури можно просто посыпать креативную посыпку. А, кстати, где она? Вот она! Их у меня даже две. Вот, незаконченные. И новая с лединорогами. Пока я тут с вами болтала, мне кажется, уже тесто охладилось. Поэтому можно его доставать, раскатывать и запекать. Вот оно, наше тесто. Оно липкое. Наверное, это плохо. Я бы не назвала вот этот вот кукинг профессиональным и советовала бы вам делать так же, но рецепты все равно прикрепила в описании. Поэтому, если вам интересно, по какому рецепту я готовила, то можете заглянуть в описании, перейти по ссылочке. И там очень удобно, что расписаны в любых граммах, столовых ложках, чайных ложках и так далее ингредиенты. И, в принципе, очень понятный и легкий рецепт готовки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok